Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Андрей Соколов, я являюсь специалистом по компьютерной графике, оптимизации и автоматизации проектов. На прошлых занятиях мы довольно много говорили о различных типах данных Python, и наконец настало время поговорить про типы данных в Blender и как их применять. Поехали! Я использую Blender версии 2.91.0. Переходим в главную сцену, разделяем, экран потянув за уголок, переводим его в режим Text Editor, нажмем New, чтобы создать новый текстовый объект. Давайте сделаем вот что. Сначала создадим оператор быстро, прямо. Import BPY, импортируем модуль Blender Python. From BPYTypes, из подмодуля BPYTypes импортируем оператор. Пока больше ничего здесь делать не будем, единственное, сделаем еще, да, from BPYUtils import register class, запятая unregister class, чтобы мы могли его зарегистрировать, потому что все классы, которые относятся к Blender, таких как оператор, панели и тому подобное, они нуждаются в регистрации перед их использованием. Сразу сделаем функцию регистрации, чтобы потом уже к ним не возвращаться. DEV.Register, пока пропустим. PASS. И DEV.Unregister. PASS. И напишем, что if name равно main register. То есть, если мы его вызываем непосредственно из этого модуля, это обозначает, ну, то есть, непосредственно вот кнопкой нажать, использовать скрипт, не из другого модуля его вызываем, а вот прямо отсюда. Если мы нажимаем play, то он выполнит, соответственно, то, что происходит вот здесь после двоеточия if name равно main. В register мы пропишем следующее. Во-первых, добавим список classes, который будет содержать в дальнейшем все классы, которые нуждаются в регистрации. В register мы пропишем, что for call in classes. То есть, для каждого класса в этих классах мы сделаем register class, который мы берем из BPYUtils. в unregister, соответственно, напишем, что для каждого класса in reversed, в перевернутых, ну, когда порядок классов местами развернут, классов, unregister class, jster class. Так, на всякий случай проверим. Play. Да, все в порядке, ничего не ругается, значит, пока нигде опечаток не было. Теперь нам нужны сами классы. Быстро запишем класс оператор, что он у нас будет делать. Пока ничего, просто чтобы он делал хотя бы что-то у нас. Значит, класс myOperator. В качестве родительского класса мы будем использовать класс оператор из BPYTypes. Копируем, вставляем сюда двоеточие. Соответственно, нам нужно создать BlenderIdName обязательно, состоящий из двух элементов, строчных, разделенных точкой. Ну, например, myOp.exe. BlenderLabel равняется myOperator. Это, конечно, не очень хорошее название для класса. Конечно, сначала лучше придумать, что он будет делать, а потом его создавать. Но уж поскольку мы пока это все в демонстрационных целях делаем, создаем обязательный метод Execute для любого класса операторов Blender, Self, Context. Он должен содержать эти два параметра. Self — это экземпляр класса. Соответственно, каждый раз, когда мы его будем вызывать, он будет инициировать создание новой операции, которая будет использоваться в качестве Self. и Context — это, соответственно, он берет все контекстные данные. Текущая сцена, текущее окно, откуда он вызывается и так далее, и тому подобное. Самое главное — вернуть он нам должен return finished в фигурных скобках. По большому счету сейчас уже это все работает, но давайте, чтобы он все-таки хотя бы что-то сделал. Сделаем, чтобы он print написал executed большими буквами, чтобы мы поняли, что что-то произошло. Чуть-чуть отдалю пока. Так, перейдем в Windows. Toggle System Console. Тоже ее приближу и размещу таким образом, чтобы мы могли видеть одновременно и Blender, и консоль, что в ней происходит. На всякий случай, если вы случайно что-то выделите в консоли, то у вас ничего в Blender не будет дальше происходить, потому что пока вы это не отщелкните, он зависает. Что у нас происходит сейчас? Мы определили класс MyOperator, который наследует от класса Operator. Он у нас должен напечатать при вызове его executed, и, собственно, этим все ограничивается. Чтобы его зарегистрировать, нам нужно его включить в список Classes, MyOperator, вот сюда его, через запятую, окей. Теперь, если мы нажмем на Play, он зарегистрируется. Ну и давайте сразу, чтобы после того, как он зарегистрируется, мы его вызвали. Вызывается класс Operator после того, как мы его уже создали, через bpy.ops, и дальше мы просто копируем отсюда Blender ID Name. После bpy.ops вставляем его, нажимаем круглые скобочки, нажимаем Play. Bink, он пишет, что takes exactly one argument, 0 given. Это означает, что мы забыли в Register Class, собственно, провести вот эту самую переменную клу в классах. Это нормально, это бывает. То же самое сделаем в OneRegister Class, нажимаем Play. Executed. Все, нормально, все сработало, он выполнился. Написал Executed. Но, допустим, если мы хотим, как в любой класс или в любую функцию, передать некие аргументы, как нам это сделать? Если мы это напишем в Execute, например, что нам нужно еще сюда, в Execute, передать некий параметр a, b и так далее, и попытаемся это вызвать здесь, например, сказать, что a равно 1, b равно 2, то он напишет следующее. Value error expected operator, my operator class execute function to have two arguments. То есть ожидается, что функция Execute должна принимать только два аргумента. То есть self и context. Если больше, то он не понимает, что с этим делать дальше, потому что все эти функции предопределены уже внутри основным классом оператора, который позволяет коммуницировать пайтоновскому API именно с начинкой, написанной на оси, с ядром блендера. И класс оператора и его метод execute, который отвечает, собственно, за выполнение, он принимает только self и контекст аргументы. Можно, конечно, попробовать это сделать через init, как это мы делали до того с обычными классами, там, да, self, a, b, например. Попробуем сделать это так. Play. А, ну, во-первых, indentation error. Потому что мы ничего не написали в init, хотя бы pass тут надо написать. Play. Keyword a unrecognized. Converting Python arguments to operator properties. Он говорит, что он не видит этого a. Хорошо, давайте попробуем просто ему сюда ввести просто 1 и 2, вот так вот. Play. Опять же value error. Arguments execution context is unsupported. То есть он воспринимает вот это как контекст, и он не понимает, что с этим делать дальше. Каким же образом нам провести переменные? Ну, например, нам нужно сделать просто элементарную какую-нибудь операцию. Взять некое self a, сложить его с self b и распечатать результат. Допустим, result равно. Просто взять некие параметры, которые мы сюда будем параметрическим образом вводить. Ну, init мы поняли, не работает, уже удаляем. И распечатать этот самый результат. Каким образом нам их сюда ввести? Для этого существует отдельная в блендере система, которая называется Blender Properties. Сейчас я пока это все немножко еще вот так сделаю, чтобы у нас места больше было. Ну и 3D Viewport пусть болтается тут тоже так, чисто для красоты. Что из себя представляет Properties? Properties или свойство Blender находится в подмодуле BPY Props. Import BPY Props. А точнее сделаем по-другому. From BPY Props. Import поставим мы. И сейчас он будет делать ошибку, потому что нам нужно что-то импортировать. Посмотрим, что же мы можем импортировать из BPY Props. Перейдем в Python консоль. Приближу ее немножко. Вводим здесь BPY Props. Ставим точку и смотрим, что он нам предлагает. Это те типы данных, которые Blender воспринимает в качестве типов данных, собственно. Они помогают взаимодействию Python'овского API с C движком, соответственно. Но давайте поройдемся пока по основным, которые будут использоваться. Blender property — это True и False, которые мы можем подавать в качестве параметра, в качестве аргумента оператора уже на этот раз. Float property — это дробные значения. Int property — Integer. Intvector property — то же самое, что Integer, только несколько за раз. Pointer property указывает на все остальные типы объектов в Blender. Это очень круто. Об этом мы сейчас отдельно еще поговорим. И String property — это строка, текст. То есть мы видим, что из того, что у нас уже было в Python, у нас можно сюда проводить в качестве аргументов String property раз. То есть это строку bool property, true или false 2, float property и int property. И этого, в принципе, уже могло быть достаточно. Мы пока не знаем, как сюда проводить различного рода списки, словари и так далее. Но об этом мы поговорим позже. Давайте пока сосредоточимся на том, что мы знаем. Например, нам нужно провести для начала два целочисленных значения — A и B. Чтобы их провести, раньше мы бы это прописывали в методе init. Здесь мы это прописываем следующим образом. Мы пишем, что A равно. Только не равно мы здесь пишем на самом деле. Мы здесь пишем двоеточие. Property, которые относятся к Blender, они в операторах и в классах Blender пишутся через двоеточие. То есть мы задаем имя и через двоеточие пишем, что она из себя представляет. Нам нужно, чтобы это было int property. Мы пишем int property. Но нам ее сначала нужно импортировать, напомню. Поэтому from bpy props мы пишем import int property. Значит, A int property. И она может содержать... Мы можем ее описать. Что она из себя должна представлять? Как именно? И какие параметры у нее могут быть? Какие аргументы у int property? Мы можем посмотреть, если зайдем с помощью Google на сайт Blender, api напишем props. И здесь есть вкладка в doc blender.org ap current, которая называется property definitions. Определение свойств. Здесь есть примеры их использования частично. И внизу, под всеми примерами, идет список с подробным описанием, что они из себя представляют. Мы ищем здесь bpy props int property. Ищем, ищем, ищем. Float int property. Вот оно. И здесь параметры, которые мы можем ей придавать, этому свойству. Оно может содержать имя, используемое в интерфейсе Blender. Соответственно, это больше речь пойдет, когда мы будем говорить о панелях. О создании панелей, меню и так далее. Description. Описание. То же самое для этого. Минимальные и максимальные значения, которые она только может принимать. То есть, если будут заданы более высокие значения, они будут как бы урезаны до минимума и до максимума. Softmax и softmin. Это, опять же, больше для интерфейса, где там вот слайдеры можно повернуть до какого значения. То есть, вы же знаете, да, что в Blender слайдеры можно как бы вручную мышкой довести до одного значения, но в бит на клавиатуре там можно значения существенно больше. Это просто сделано для удобства интерфейса. Ну, не на всех, но на многих. Это вот как раз softmax и softmin. То, что отображается в интерфейсе. Step. Это с каким шагом будет. Ну, это все больше вот для интерфейса как раз эти свойства. Но мы об этом поговорим попозже. Давайте сейчас пока просто его оставим. Вот a int property и b int property. Чтобы пока не грузить лишним. Int property. Да, и так как это все-таки метод, мы в конце ставим круглые скобочки. То есть, это исполняемые функции. Таким образом, мы инициируем одну int property для a и вторую int property для b. Int property – это, еще раз напомню, integer property, то есть целочисленное значение. Теперь мы можем при вызове оператора через bpyops myop.exe здесь вставлять значения a и b, соответственно. Мы можем написать, что a равно, например, 1, и b, например, равно 2. Нажмем на play, и в результате он у нас распечатает результат 3. Он берет self a, он их воспринимает уже как методы экземпляра класса. Поэтому здесь self используется. То есть, когда мы вызываем этот bpyops, то конкретно этот вызов идет в качестве слова self здесь. И конкретно a этого вызова будет равно 1, и b будет равно 2. Это все приходит сюда. Он их считывает, складывает. И таким образом мы можем проводить эти значения в оператор. Какие еще есть значения? Это, соответственно, float property. Давайте импортируем ее в float property. Пускай b будет у нас float property. Для чего это может быть нужно? Все помимо того, что мы просто распечатаем результат a плюс b, но, например, для того, чтобы указывать какие-то конкретные координаты. То есть, мы можем задавать, например, в панельке в какое-то значение, с какого по какой координаты будут меняться. И оператор у нас может в рамках этих значений, которые мы передаем вот таким вот образом, выставлять куб в нужное там, ну или любой объект там, в нужное нам место, либо менять ему размеры и любые другие значения, в общем-то. Итак, float property. Давайте попробуем, чтобы b у нас прошло, например, 0,2 play. Он складывает их вместе. Как всегда, тут идет небольшая погрешность, потому что он не совсем там правильно просчитывает блендер внутри. Ну, то есть, сколько-то знаков после запятой у него там начинаются какие-то глюки. В принципе, это обычно не критично. Погрешность там обычно бывает не такой большой. Таким образом мы можем проводить, еще раз повторюсь, это все в операторы, в панели и во все прочее. Что еще мы можем подавать в качестве аргументов? Давайте рассмотрим то, что у нас мы уже известны, опять же, string property. Это пишется полностью, string property. Давайте создадим аргумент c, ну, текст создадим, вот, назовем текст, ну, чтобы было понятно, что происходит вообще. Текст, и это будет у нас string property. Сделаем print result и print text. Теперь при вызове этого оператора нам нужно задавать еще его. В принципе, мы можем по умолчанию сказать, что параметр его default будет равен пустой строке, и тогда нам не обязательно его будет указывать. В таком случае он его просто не будет распечатывать. Name text is not defined, пишет он. Да, правильно, потому что нужно написать self-text, конечно же, здесь. Вот, в таком случае он просто распечатает result. И давайте мы как-то ограничим, чтобы если так-то он еще плюс печатает пустую строку, чтобы он ее не печатал, мы сделаем следующее. If self-text, что если у нас вообще в принципе какой-то self-text есть, тогда мы его печатаем. То есть если этого self-textа не будет, если он будет пустым, то он его просто не будет печатать, просто будет пропускать и сразу писать finished. play, он делает 1.2.0.0.0. И в следующий раз мы видим, что уже пробела этого между строчками здесь нет. Если мы его напишем, соответственно, если мы введем параметр text, text равно hello, напишем. Play, то он сначала прописывает result, потом пишет hello. Можно писать даже в несколько строчек, насколько я помню, хотя это не точно, перенос строки в Python осуществляется при помощи обратной slash n команды hello n blender. Сейчас посмотрим. Он либо напишет это в одну строку, либо распознает вот этот slash обратный n. Пишем. И да, он его распознает, все в порядке. То есть мы можем в качестве строки этой самой передавать несколько строчек текста. Единственное, они все должны быть разделены вот этим символом. Как конвертировать строки и работу со строками? Ну, во-первых, об этом очень много говорится на просторах интернета. Во-вторых, я не знаю, может быть, если там как бы с оказией будет, я что-нибудь там придумаю по поводу урока здесь. Ну, хотя, в принципе, это такая тема, которую можно легко самим нагуглить. Она есть и на русском, и на английском, и на всех языках мира. Работа со строками – это одна из основных вещей в Пайтоне. Найти что-то такое не составляет труда. Значит, идем здесь дальше. Стринг-проперти посмотрели. Инт-проперти, флоут-проперти. Очень классная штука, которая называется pointer-проперти. Pointer-проперти, она позволяет проводить все остальные элементы блендера в качестве аргументов. И вот здесь я не очень уверен, потому что я это не пробовал. Обычно pointer-проперти я использовал при определении группы. Там есть такая в Блендер штука, она называется property-group, которая используется для всяких как раз панелек и аддонов, когда мы создаем эти проперти не по одной, а группой мы их создаем и применяем для аддонов. Ну, вот, например, грубо говоря, вот у нас здесь есть там такая проперти, такая, 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 разная. Это все как бы они находятся в одной группе, чтобы не были разбросанными по коду. И pointer-проперти указывает на именно property-group. Но он также может указывать и на любой другой, по идее, объект в Блендер. И вот сейчас как раз мы с вами это проверим. Я сейчас сделаю вот таким образом. Возьму это в скобки, чтобы можно было переносить, потому что уже слишком длинная строка получается, желательно укладывается во что-то покороче. Вот, и так мы будем видеть, что именно мы импортируем из BPY-проперти. Значит, stream-проперти, pointer-проперти мы импортировали. И давайте сделаем, что, например, object будет равно pointer-проперти. И здесь обязательно нужно указывать type. И type будет равно, например, object. И под object мы понимаем Blender object. То есть то, что мы берем из BPY-types. То есть любой object. И сейчас вот мне самому это очень интересно, потому что я этого на самом деле никогда не делал, не пытался провести в оператор объект. Только вчера узнал, что pointer-проперти можно использовать не только для проперти-групп, случайно. Сейчас посмотрим. Значит, object равно, например, BPY-data. Давайте просто BPY-context-object вот так сделаем. То есть контекстный объект, тот, который сейчас выбран, выделен. Попробуем это провести так и написать, например, print self-object name. Обж вот это. То есть self-obj. И его имя прописать. Play. Converting to operator properties here. Обж unrecognized. Да, видимо, все-таки так это не получается, к сожалению, сделать. Либо я что-то путаю. Сейчас посмотрю. А, да, вот. BBY-struct myop от exe doesn't support data-block properties. То есть нет, к сожалению, pointer-property мы не можем провести. Поэтому если нам нужно проводить объект или какой-то любой другой тип данных, то мы можем пользоваться только либо контекстом, либо проводить имя или путь до типа данных в виде стринга, то есть в виде текста, и потом его каким-то образом уже здесь конвертировать. На следующем занятии, я надеюсь, мы уже наконец поговорим о том, как делать панели непосредственно в интерфейсе Blender, такие, как мы видим во всех аддонах, добавлять в них все свойства. Посмотрим, как это делается. Поговорим о property groups. Посмотрим, как привязываются операторы, которые можно включать из панелей. А на этом на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Всего вам доброго. Не забудьте подписаться, поделиться, поставить лайк, прокомментировать. Увидимся на следующих занятиях. Всем пока.